Где Кит? Ринго и съемочная группа Apple Film сняли больше материала, чем вошло в итоговую версию фильма, в том числе и дополнительный концерт. Мы расскажем о том, как для выпуска этого DVD был найден и восстановлен оригинальный материал. Некоторых из вас совсем зажали. Вы могли бы отойти назад. Если вам нехорошо. Почему ты отвернулся? Я хотел, чтобы ты попал в кадр. Я, Ролан Болан. Присоединяйтесь к моим встречам с теми, кто работал над DVD Born to Boogie. Это лучший способ для знакомства с Ти, Рекс. Брайан Данхэм перелопатил многое из связанного с моим отцом, и все началось с него. Ролан, рад тебя видеть. Мы поговорим о чем-то. По-настоящему удивительным для нас обоих. Знаю, для того, чтобы состоялось переиздание Born to Boogie, потребовалось время. С чего ты начал? Я знал о существовании Born to Boogie и мне показалось, что пришло время попытаться перегнать его в формат DVD. Я занялся этим примерно в 98-м. И когда я его раскопал, выяснилось, что фильм снимал сам Ринго. Пообщавшись с людьми Ринго, я обнаружил, что эта видеозапись является настоящим сокровищем. Где ты нашел этот фильм? Мы любим называть это место гаражом Ринга. Он находится в Филтеме, недалеко от аэропорта Хитроу. Там нашлось 272 коробки с пленками. Среди них были настоящие самородки, действительно заслуживающие того, чтобы увидеть свет. Ты работал с материалами моего отца на протяжении многих лет. Как этот проект поможет повысить значимость его песен? Ну, для меня он прежде всего артист, которого нужно видеть, но люди не имели в своих коллекциях материалов такого качества. Как вы знаете, нам удалось привлечь Тони Висконти. В этом очень помог Билл Лидженд. Все смотрится отлично. Фильм будет свидетельством того, какими были Ти, Рекс как рок-группа. Спасибо. Спокойной ночи. Пролежав несколько лет в ржавых коробках, недавно найденные пленки оказались в плохом состоянии. Мы обратились к тем, кто смог бы их вылечить. Пол Робинсон из лондонской The Machine Room был главным при восстановлении фильма. Это часть вашего материала. Таким он к нам попал. Видишь что-то липкое с краю? Да. А что это? Это из-за того, что куски пленки склеивали вместе при монтаже. Потом я покажу один фрагмент. Главный. Главный. Это в начале. В основном это новый материал. Видимо можно взять этот кусок и ты увидишь. Место склейки по бокам. Этого слишком мало. Реально мало. Что делать? Действительно, этот кусок пленки умер. Видишь? Это твоя пленка, которая связывала все вместе. Смотри. Вот сцена и закончилась. Ладно. Отлично. Мы впервые посмотрим фильм. Итак, есть твой первый склеенный кусок. Да тут склейка. В бобине такого размера может оказать 150-200 склеек. Каждая из них должна быть исправлена вручную. Ничего себе так много. По сравнению с другими пленками, которые к вам попадают, как бы ты оценил нашу. Мне можно сказать, что это был настоящий кошмар. Без проблем. Ведь мы здесь именно поэтому. Похоже, что пленки хранились в теплой и влажной атмосфере. Хуже быть не могло. Да, это самое плохое. Может произойти обесцвечивание. Это можно исправить, когда мы перейдем на стадию оцифровки. Вот здесь, в новом фрагменте я вижу парня в смокинге. Тони Висконти. Итак, после того, как мы собрали и очистили фильм, мы приносим его сюда, к этой зверски мощной машине. Что она делает? Это называется аппарат повторной чистки. Я покажу, что он делает. Вставляем фильм в переднюю панель и прогоняем его целиком. Он проходит через заполненную ванну. На самом деле это просто вода. Дистиллированная вода. Таким образом, на пленке не остается следов. От воды эмульсионный слой краски увеличивается. Когда эмульсионный слой расширяется, он заполняет все места с дырками и крошечными царапинами, которые образовались за все годы использования пленки. По мере высыхания пленки, эмульсия, разросшаяся на этом отрезке, возвращается к начальному размеру. Без дыр и царапин. Любые дырочки и царапины исчезают, и все возвращается к прежнему виду. Реанимируя фильм, команде Пола пришлось потратить сотни часов на обработку каждого фрагмента, чтобы выполнить этот первый шаг. Здесь наша пленка. Одна из тех, что мы обработали. Это. Помнишь, как мы когда-то смотрели фильм со следами от клея? О, черт побери, это выглядело. Сейчас он весь как отполированный. Да, новый фильм, новый товар, новинка. Все это дело ваших рук. На следующем этапе можно взять телепроектор и заниматься цифровой обработкой. Итак, следующий шаг, проектор, известный как Тики. Здесь отреставрированную пленку обрабатывает Джерри Гедж. Это последняя точка контакта с оригинальным фильмом и первый шаг к переводу Born to Boogie в 21 век. Мы очистили фильм. Это комната с Тики. Тут фильм переводится в видеоформат. Ну, здесь происходит процесс конвертации изображения с пленки на видеоленту. Когда видеолента будет готова, появятся разные способы обработки и можно начать редактирование. И сколько времени это занимает? Эта работа может занять достаточно много времени из-за длительности самого фильма. Что мы делаем? Ставим фильм в проектор, запускаем его, оцениваем качество, то есть задаем контрастность, цвета. Если качество эпизодов очень разное, это может занять больше времени. В этом проекте использовался широкий спектр материалов. В основном все снято на 16 миллиметров пленку. Древнюю негативную пленку тоже применяли. Этот фильм сделан в стиле документального кино 70-х. Так было принято в 1972-м. Да, именно так. Большое спасибо. Пожалуйста. Спасибо, что зашли. Спасибо за труд и всем остальным. С нетерпением жду результата. Я тоже. Фильм был преобразован в формат высокой четкости. Следующий этап происходит в Сэнкчуэри-пост в лондонском Сохо. Я встретился с редактором Видео Стюартом Ридом. Во времена Ринга при монтаже применяли склейку и лезвие. Сегодня Стюарт выполняет монтаж с помощью компьютера. Я поставил оригинал фильма Борн Тулбуби. И использовал его как шаблон. Я мог брать фрагменты из оригинального негатива и с помощью программы вставлять их в нужное место, как в лоскутное одеяло. В итоге вышла совершенно новая версия фильма из самого свежего материала. Урожденный Маккейн стоял у окна с кружкой в руке. Он тяжело опустился и его вопль поглотил на электризованный ветер. Это прекрасная технология. Только тогда я понял, что представляет новый материал. Его можно совместить со всем остальным. Что вы собирались делать? Ставить его в новый фильм. Да, верно. Тогда на месте Ринга, я бы воспользовался тем, что есть сегодня. Понятно, что сейчас мы используем компьютеры. В те времена они резали и склеивали копии отснятого материала и потом просматривали полученное. А мы сегодня видим все пять камер сразу. Смотреть материал таким образом очень интересно. Когда с разных ракурсов видишь как двигается Марк или его фэн. Тебя реально переносит туда и ты чувствуешь себя участником происходящего. Впервые материал просматривается таким образом. Это сильно отличается от того, что сделал Ринга. Очень сильно. В те времена за один просмотр. Можно было видеть только съемки с одной камеры. Сейчас самое время отдать должное оригинальному фильму и с помощью высокого разрешения принести в него свежесть, недоступную раньше. Это прекрасный документ того времени. 1972-й, после Бетловский, но там был один из Бетлов. Были Марк и Элтон. В 1972-м все они объединились в этом фильме. Подобное случается нечасто. Здорово, когда есть возможность восстановить справедливость, вернуться к первоначальному негативу и вставить его в фильм, чтобы он заиграл новыми красками. Прослея очистки, отцифровки и монтажа исходных кадров заключительным этапом является восстановление. Используя цифровой процессор Teranex, Ричард Уотсон объясняет, как он работает. Теранеx в режиме реального времени удаляет грязь и царапины. Это мощнейший компьютер. Если материал длится 90 минут, то на его обработку уйдет 90 минут. Понятно, что требуется аккуратность. Если в фрагменте много хлопают или размахивают гитарой, то можно потерять гитарные струны. Нужно быть аккуратным в динамичных сценах. Там, где много движения. Да, верно. Там, где он действительно трясет гитарой, ты должен снизить уровни, чтобы не потерять гитару. Какая обработка была проведена? В основном, я бы выделил все корректировки, касающиеся таких проблем, как грязь, белая и черная грязь, царапины. Довольно много. В общем, да. Был отрезок длиной 7,5 минут с 9000 правок. Можно увидеть, каким скромным трудом мы зарабатываем на жизнь. Все коробки с записями 1972-го надписаны рукой Тони Висконти. Как основной продюсер Ти-Рекс, он был единственным, кто мог восстановить 16-ти дорожечные ленты этого проекта. Что касается звука после монтажа видео, как ты к этому подошел? Звук, это очень важно. Если фильм будет смотреться красиво, то и звук будет звучать красиво. Кстати, в наше время кое-что я делаю по-другому. В те дни, во время концертов, часто возникали искажения звука. Точнее, то, что называли искажениями. Короче говоря, звук ударных попадал в микрофон вокалиста. Вокалист стоит прямо перед барабанной установкой, а за ним сидит парень и выдает миллион децибел. Все ничего, пока он поет, но когда Марк поворачивается, в его микрофон попадает намного больше ударных. Исправить это было крайне тяжело. Сегодня в любом пульте есть встроенный компьютер. Поэтому если я получил звук, он навсегда остается в памяти компьютера и мне не придется делать все заново. За эти годы у меня появились две вещи, которых не было тогда. Пульт со встроенным компьютером, которым я могу управлять вручную. А то, что мне не по силам, сделает программа Pro Tools. Такой рекордер вместо аналоговой ленты использует для записи жесткий диск. В общем, можно не только увидеть, что ударные попали в вокальный микрофон, но и услышать их. Я могу убрать звук ударных из вокального микрофона и они останутся на собственной дорожке, а не в микрофоне Марка. В особенности для 5,1 важно сделать звук как можно чище и, следовательно, более качественным. Сейчас у меня намного больше регуляторов тембра и, например, я могу сделать звук баса намного более насыщенным. Тогда у меня не было такого оборудования. Для объемного звука устанавливают 5 динамиков. Один по центру и по два спереди и сзади. Я очень советую всем, у кого есть этот DVD, немедленно купить комплект акустики 5,1. Звук 5,1 есть на этом DVD и его можно послушать. Эту кучу медленно ржавеющих коробок с пленками, при помощи лучшей технологии восстановления пленки, удалось перегнать в формат высокой четкости. Этот фильм, сделанный сегодня, передает всю энергию и страсть тех концертов на Уэмбле. Фильм Ринга вернулся к жизни. Это путешествие, которое я никогда не забуду. Надеюсь, фильм вам понравится. Русские субтитры, Фраджайл 59, с благодарностью Борису Варшавскому.